Всем привет! Я наконец-то отдохнул и готов рассказать свои впечатления от Yasmin Bodrum Resort. Первое, что бросается в глаза – острова на горизонте. Тут мнения разделились. Мне нравится, когда в море что-то видно. Жена сказала, что море – это море и ничего там быть не должно. Номера представляют собой отдельные домики, расположенные террасами на склоне холма. С одной стороны, из каждого номера есть хороший вид, с другой – к ним нужно идти. Пару раз это прикольно, но если что-то забыл в номере – 3-4 раза, туда-назад, при плюс 30. Ну такое удовольствие! На территории есть еще и большой корпус с номерами. Про него ничего не скажу, я там не был. Сами номера стандартные – двухспальная кровать, санузел, балкон с видом на море. Следует отметить, что в номерах стоит не кондиционер, а климат-контроль. Кроме того, есть бесплатный сейф, мини-бар и телевизор. Убирают тут так себе, плести леверей из полотенец вам тут точно никто не будет. Скажу больше, собственно полотенца нам один раз забыли оставить, но визитный ресекшн быстро решил вопрос. По-русски говорит только представитель турагентства и немного аниматора. Сносный английский у ключевого персонала, со всеми остальными придется общаться с жестами. Кухня хорошая, несколько видов мяса, гриль-меню, много гарниров, овощей, фруктов, турецких сладостей. Алкоголь местный, за экстра деньги есть почти любой. Кофе просто противный, кофемашины нет, но в лове-баре делают кофе по-турецки из натурального зерна. На территории отеля есть два открытых бассейна и один крытый. Есть три горки, по дороге к которым можно встретить черепах. Длинный пляж, песок и галька. Есть два пирса с камнями, на камнях видели морских ежей. Под длинным пирсом много рыбы. Море холодное и прозрачное, по крайней мере в конце мая. Людей немного, но думаю высокий сезон будет тесновато. До аэропорта полтора-два часа. До Бодрума 1 час и 10 долларов. До греческого острова Кос из Бодрума час на проме за 25 долларов туда-назад, если в один день. Если нет биометрического паспорта, плюс 60 долларов на визу и 2-3 дня ее ожидания. В целом отель мне понравился. По моему мнению, это не 5 звезд, как его позиционируют, но прилично отдохнуть можно. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пишите в комментарии, с радостью отвечу. До встречи!